МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То же самое творится и с коллективами инородных предприятий. Будь то предприятие Грудинина, против которого не прекращаются судебные тяжбы и попытки рейдерского захвата. Или Казанкова, одного из лучших руководителей, которого судили 5 лет и припаяли 2 года условно, только за то, что он 20 лет тому назад разработал небольшой карьер для улучшения плодородия почвы. То же самое теперь и с предприятием «Сумаровка» в Иркутской области. Мы подготовили целый список тех, кого последнее время арестовали, судили, кого посадили на 10 суток, кого на 20, кому припаяли штраф 10 тысяч, а Янгалычу 600 тысяч за, это депутат Московской думы, за несколько приемов. Вчера профилактировали Николая Бондаренко, которому, правда, штраф выписали одну тысячу, но одновременно вручили следующую повестку, пытаясь, по сути дела, за три административные наказания выбить талантливого политического и общественного деятеля из предвыборной гонки, которая состоится в этой области в следующем году. Мы официально обратились с просьбой к Думе, чтобы приглотить генерального прокурора и министра внутренних дел, и они дали ответ на эти вопросы. Президент поручил официально разобрать все эти наши обращения силовым ведомством. Я надеюсь, что прокурор Краснов даст нам ответ на те материалы, которые лежат у него, не только, которые поступили от администрации президента, но и на все обращения наши, а их там целый пакет. Почему мы наставим на этом? Потому что страна как никогда требует стабильности, как никогда ее обложили санкциями, на границах уже неспокойно, и это в их канале будет проложаться. Казалось, что все партии и движения, в том числе и силовые ведомства, последуют тем установкам, которые президент высказал в ходе обращения к депутатам в Кремле, где он сказал, что для всех нас исключительно важна стабильность, очень важно объединение общества вокруг единого дела, а таким делом является во многом его послание, то есть выйти на мировые темпы экономического развития, остановить вымирание страны, все сделать для того, чтобы преодолеть обнищание и войти в пятерку ведущих стран. Мы, кстати, это услышали, подготовили реальную программу, с программой «10 шагов достойной жизни» и мы шли на выборы в Государственную Думу и сегодня готовы реализовывать целый пакет законов. Его внесла наша команда, руководители комитетов, Коломейцу представил это на Совете, и я надеюсь, что эти документы будут рассмотрены в первую очередь, прежде всего, о минимальном прожиточном минимуме в 25 тысяч рублей, не менее, в противном случае, и дальше будем вымирать ударными темпами. В этом году страна потеряет почти 900 тысяч человек. Три города на 300 тысяч, как после атомной бомбардировки. Посмотрел, как складывается ситуация за прошлый месяц на пять покойников, три новорожденных. Нигде в мире, ни в одной стране нет таких последствий. Все списывают на ковид. Да, ковид – противная болезнь, но главная причина – в разгроме всей медицины. Из 15 тысяч медздравоучреждений 10 тысяч было ликвидировано. Первичная медицина почти вся разгромленная и списана на местные бюджеты. Они сидят все в долгах, как в шелках. Я бы хотел через вас обратиться к генеральному прокурору. Меня, как политика и человека, крайне беспокоит сложившись в ситуации преследования наших первых секретарей, руководителей нашей фракции, начиная от Ашихмина на Сахалине. Вот наша команда, 8 человек на Сахалине, пошли на 7 ноября, государственный, важнейший праздник, возлагать цветы. Всех арестовали и продержали несколько человек кутуз. Наши комсомольцы в Ленинграде решили тоже возложить цветы, отметить этот праздник. Задержали их 30 суток, держали в околотке, потом посадили в автобус и еще 5 часов везли до суда для того, чтобы наложить на них санкции. На мой взгляд, те, кто этим занимается, они стопроцентные провокаторы. Они не понимают, что мы отмечали и будем отмечать день рождения комсомола Великого Октября. Для нас праздник Великого Октября – это главный праздник трудовому народу на планете. Впервые в истории власть взял труд, а не капитал. Впервые в истории была создана уникальная советская государство. Впервые в истории оно за считанные годы сумело создать уникальную промышленность, великолепную науку и образование, победить фашизм, прорваться в космос, создать ракетно-ядерный паритет. Мы отмечали и будем отмечать это событие. Но как человек, который прошел все это административную, жуткую и страшную молотилку, которого судили без конца, запрещали, арестовывали, счета арестовывали, имущество дома описывали, даже в Думе государственном удерживали из моей зарплаты, под надуманным предлогом суды творили произвол, а административные органы, по сути дела, преследуют. Мне очень не хотелось, чтобы это повторилось вновь. Но у меня ощущение, что в стране действует какая-то пятая колонна, эти агрызки, ельцинско-гайдаровской эпохи, которые не хотят понять, что левоцентрический поворот на всей планете идет, и никто его не остановит. Американцы это давно осознали, немцы уже избрали социал-демократов. В целом, левое настроение планеты требует справедливости, и никакое прокурорское деяние без справедливости не может быть законным. Поэтому я бы попросил генерального прокурора ответить на эти ключевые вопросы. Все материалы у них лежат на столе. Еще раз хочу напомнить, что даже в лихие ельцинские времена всегда находились люди, которые очень ответственно подходили, сложив ситуацию. Если бы командиры «Альфа» и «Вымпела» не приняли решение лично, когда их Ельцин заставлял расстреливать парламент, они сказали, мы этого делать не будем. И они вывели многих людей, спасли тогда от жуткой бойни. Если бы когда сюда в Думу в 96-м году после динонсации Беловека соглашений командиры, которые сюда пришли с боекомплектом, мне не позвонили ночью, а мне пришлось поднимать руководителей и Москвы, и страны, и министерств. Если бы тогда они Ельцину не сказали, нет, мы этим заниматься произволом не будем, то бы мы не жили сегодня в стране, а ситуация была бы просто аварийной. К сожалению, последние пять лет беззаконие становится законом жизни, в том числе и Единой России. Я надеюсь, что генеральный прокурор тщательно подготовится к этой встрече. Прошлая встреча, когда Чайка вместе с своими замами и коллеги отчитывались в Думе, она состоялась два с половиной года назад. Тогда они выступали с докладом о соблюдении законности в стране и трудовых обязательств перед гражданами страны. Я бы хотел и от нынешнего генерального прокурора услышать ответ, как соблюдается законность, в том числе и в связи с попыткой рейдерского захвата на наши народные предприятия. Особо обратил бы внимание на недавний инцидент в городе Москве. Небольшая фабрика, в которой работают женщины, аэроинтерьеры по производству мебели. Там работает 50 человек. Было несколько обращений в мэрию. Не услышали. Говорят, та же Полихатовская Шайка набросилась на этот коллектив. Прикрывались силовики. С этими материалами мы выступали в Государственной Думе. Костецкая, как руководитель фабрики, официально записала обращение. Новиков, наш кандидат в руководители Думы, в первый же день открытия попросил остановить этот произвол. Я обратился к депутату Морозу, у которого возглавляет соответствующий комитет. Пока ничего не сделано. Станки украли. Многомиллионные потери несет коллектив. Производственный процесс парализован. Никакого нормального разбирательства нет. Я официально тогда звонил прокурору города Москвы и начальнику московской полиции. У них зафиксированы наши обращения. Я хотел, чтобы генеральный прокурор Краснов и по этому вопросу дал нам полноценное объяснение. И все-таки мы надеемся на то, что законность в стране восторжествует. Потому что в условиях гибридной войны и тяжелого системного кризиса без строгого соблюдения закона и заботы о граждан невозможно решить ни одной проблемы. Наша партия действует строго в рамках закона. И мы все сделаем для того, чтобы гуманизм, законность и справедливость в стране восторжествовали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова